Приветствую вас, друзья! В прошлой серии я сравнил Португалию с гангреной, и пора бы этой гангрене распространиться на некоторые европейские провинции. Так сказать, оттяпать пару здоровых конечностей, чтобы эти конечности стали уже частью португальского опорно-двигательного аппарата, который помог бы внедряться на территорию Европы все дальше и дальше. Но я думаю, это честь для провинции присоединиться к столь славной и великой португальской империи. Но перед тем, как отпустить игру с паузы, учитывая рекомендации, которые дали мне мои советники в комментариях, спасибо им за это огромное, проведем несколько полезных действий. Во-первых, технологии. Мы теперь можем принять 17-ю ветку административных технологий, точнее 17-е административные техи и 17-е военные техи. Берем их. Кстати, 17-е административные техи открывают нам в идеях свободную ячейку. И помним, было голосование, выбирали, какие идеи мне стоит преследовать в этой свободной ячейке. И, по-моему, лидировали в голосовании в группе моей ВКонтакте две идеи. Это наступательные идеи, экономические идеи. Я не помню, кто точно победил, но знаю, что обе идеи были очень востребованы пользователями. Я думаю, вам интересно будет, если я выберу наступательные идеи, так как это поможет мне более эффективно воевать в европейских войнах. Что они дают? Они улучшают, точнее увеличивают мощь наших полководцев, которые будут руководить армиями, добавляя силу нашим армиям. Таким самым мощь натиска увеличивает. Число рекрутов, кстати, у нас и так, конечно, оно большое, 263 тысячи, но плюс 25%, и мы перевалим за 300 тысяч рекрутов. Огневая мощь командующих, престиж от сухопутных сражений, ну, престиж у меня редко опускался ниже отметки 70, плюс 70. Маневренная война, плюс 1 маневренность. И что дает маневренность? Я, по-моему, когда-то говорил об этом, но напомню, она помогает выбирать рельеф, на котором будет воевать армия. Точнее, склоняет выбор этого рельефа в нашу пользу. Если, к примеру, маневренность полководца выше, чем маневренность вражеского полководца, то больше шансов того, что рельеф будет выбран тот, который нам удобнее. К примеру, если мы в обороне стоим, то нам удобнее обороняться в горах, больше будет бонус к защите. Если мы нападаем, то лучше будет, чтобы мы атаковали на равнинах, чтобы у врага не было этого самого бонуса к защите. Свободная ячейка. Что дальше смотрим? О, великая армия. Помню, мы когда-то выбирали количественные идеи, так хотелось мне увеличить лимит армии. Сейчас он у меня 100 с чем-то тысяч. 103 тысячи. Вот так вот. А так будет еще плюс 25 процентов. Плюс 25 тысяч солдат накинет. И дисциплина. Дисциплина, которая тоже дает положительные бонусы нашему войску. Плюс мы получим возможность совершать форсированный марш. За счет военных очков, конечно. Но мы сможем догонять армии противника и никуда уже они от нас не уйдут. Так что берем эту идею. Все, потратили все, что могли. И перед тем, как отпустить паузу, давайте еще займемся строительством в провинциях. Да, мы не проставили у нас это дело. Сухой док строим. Леон, что здесь? Доход от налогов. Местное торговое влияние, ценность торговли или товаров произведено. Пусть лучшее количество товаров. Хотя со временем мы построим все. Так что не переживайте, если что-то вдруг строится раньше, а что-то позже. Все равно будем строить. И давайте потратим деньги еще, к примеру, на... Стратегические товары. Шерсти, сукно. Интересно посмотреть, мы там по ним вообще догоняем. 2% по сукну и по шерсти. Шерсть, шерсть, шерсть. Где же ты? 4%. Стоимость кораблей снижает, а сукно дает содержание наемников. Снижает. Рыба. Риск восстания. Соль. Содержание армии. Вот, наверное, рыба, соль и снасти более выгодно. Поэтому выбираем к постройке снасти, рыба и соль. Не ошибемся. Где бы мы ни строили... Правда, это дипломатические очки. Ну, давайте в паре провинций таки построим. Эти вещи. Так, 8000 дукат. Нормально откатили. Доходы и так слишком велики. Мне аж страшно на эту цифру смотреть. Хотя советуют мне ребята, как можно все эти доходы использовать. Так, чтобы особо не париться. Можно, к примеру, генерировать риск восстания. Но для этого нужен дипломат. Можно, конечно, поиздеваться над какой-то из стран. Да и сгенерировать этот самый риск восстания. Точнее, увеличить. Дипломатия. Тайной операции поддержать повстанцев. Что нам не показывают, что это что-то будет стоить? Бесплатно, что ли? А, мы не можем. Есть определенные правила. Можно, конечно, попробовать. Кастильская культура. Далузская культура. Тут мы можем, конечно, платить повстанцам. Но, ладно, этим займемся после того, как закончим войну. И я хотел бы попробовать такую вещь, как штурм провинций. Еще. Францию мы, конечно, разобьем. Та дешевая коалиция, которая против нас сформирована. Так, Алгейни станет производить табак. Хорошо. Суахили, Суахили. Идем разбивать ее. Суахильскую армию. Тут мы захватываем Кастильские колонии. Молодцы. Так держать. 9 августа 1609-го. Разбили. Появившийся Арагонский отряд. Для этого мы и держим тут войска. Кстати, меня спрашивали, почему держу войска в таком мизерном количестве. Ведь его недостаточно для захвата этих провинций. На самом деле, роль этих войск не дать просто нанимать новые отряды. Вот так вот все оставили без армии. Суахили. Пусть теперь что хотят, то и делают. Тратятся на новые армии или... Авернь наша. 6 тысяч солдат мы получаем. Благодаря захвату Аверни давайте будем уже, наверное, избавляться от наемников. Ведь мы тратим денежку на их содержание. А это нам не нужно. И давайте насыщать армией, к примеру... Лабурдан. Для того, чтобы провести штурм этой провинции. Штурм провинции будем проводить там, где у нас разбиты стены. В Лабурдане такая ситуация есть. Штурмовать провинции, где стены крепости... Со стенами крепости все в порядке. Как минимум опасно, опасно для нашего войска. Так, а кому мы помогать будем? Где у нас плохо со штурмом? Сюда идите, друзья. Объединяемся. Выбрать армию. Объединить. 5 тысяч солдат у нас здесь есть еще. Готовых присоединиться к какой-нибудь из осаждающих вражеские провинции армии. И отправим их, пожалуй, вот сюда. Но не забываем, что у врага тут появилась армия численностью в 12 тысяч человек. Так что, может быть, правильнее будет отправить все-таки наши армии сюда поближе. 13 тысяч. Ну, если что, пойдем на помощь. А тут 6 тысяч. Объединяем. И... Наемнички. Наемничков можно увольнять. Гнать их в шею. Как и слабые отряды. Сюда, друзья. А кого мы оставляем? 4 тысячи... Нормандских солдат. Ах, как жаль. Так, а что у нас по лимиту армии и флота? 124-131. Это мы 7 кораблей можем построить. 7 кораблей. Каравелла. Что за каравеллы? Голиасы. Я же могу ранее фрегаты делать. Давайте заложим хотя бы 5 кораблей. А может, даже 6. В наших провинциях. Что дальше? Отлично. Еще одна провинция теперь. Наша. Так, а тут Австрия. Хотите повоевать с австрийцами? Идем помогать, значит, австрийцам. Сентябрь. Если, конечно, австрийцы сами не окажут себе достойную поддержку. Вот еще сюда, солдат. Модификатор. Истек срок действия модификатора колониальной лихорадки. Окей. Ладно. И хочу обратить внимание на комментарии, которые мне особо понравились. И спасибо, кстати, комментаторам за дельные советы. Хелсинг. Один из наиболее активных в последнее время комментаторов, который предлагает игры и, в общем-то, дает очень полезные советы. Пишет о Франции так. Так, разорение Франции, я бы сказал, для начала заключи мир с союзниками Франции, с каждой отдельно, чтобы повысить свой военный счет. Например, с Ирландией и Лотарингей. Попытайся заключить Белый мир. Так ты повысишь счет на 4-6%. Что мы хотим от этой войны? Ну, как минимум, счет 99% меня устроит. С кем мы можем заключить мир? Ну, во-первых, сразу покажу, с кем не можем. Это с теми, где странами, у которых на значке есть крестик такой красный, перечеркивающий значок переговоров. Сепаратный мир с ними невозможен. Соответственно, смотрим Ирландия, Лотарингия, Пфальц, Тоскана и Швейцария. Это кандидаты на заключение мира. Хотя, если честно, мне кажется, что на мир со мной они не согласятся. Да, так и есть Белый мир. Для них неинтересен. Лотарингия, что думает Ирландия о мире? Тоже неинтересен Белый мир. Надо что-то, чтобы повлияло на их решение. Но уступать ничем я не хочу. Пфальц. Тем более неинтересен. Видите, как много нужно сделать, чтобы изменить их отношения. А вот Швейцария. У них среднее желание воевать. Это они, по-моему, к миру... Ага. Почти готовы. 9 очков негативного отношения преодолеть. И тогда можно было бы заключить с ними Белый мир. Но я думаю, быстрее мы закончим войну с Францией, чем заключим с ними Белый мир. Прованс захвачен. И Тайвань колонизирован. За 11 административных очков запускаем национализацию. Армию, соответственно, увольняем. Итак, при избыток войск. 157 тысяч. Теперь платим меньше. И свободен колонист будет. Так, давайте посмотрим, что там у нас с Провансом. Прованс дорогой. Тут 5000 солдат стоит португальских. И как бы могут прийти на помощь. Выбрать армию. Давайте поможем Австрии. 4000 помощников. Объединить, выбрать армию. Вот будет как минимум 10 тысяч солдат. И тогда можно будет поговорить о том, чтобы штурмовать. Хотя штурм стоит 5 военных очков. А военные очки у меня в дефиците. Но попробовать стоит. Так, колонист свободен. Франция переманивает кого-то. И не только Франция. Арагун тут тоже подсуетился. Арагун будем догонять. Ну что, давайте с Часапиксским заливом закончим. Последнего колониста сюда кидаем. Отозвать, конечно. Сейчас посмотрим, куда еще можем одного колониста кинуть. Колониста, который у нас есть сверх лимита. Вот и тут национализировать можно провинцию. Выбрать армию. Разделить. Иди сюда. И сюда же мы кинем колониста. Подняли восстание. Но мы это восстание подавили. Отправить. Иди, дружище, колонизируй. Что там по войне? Австрия выигрывает по морали, но может не дотянуть по числу. Шесть тысяч солдат. Для начала сюда. А, мы пришли уже на помощь. Все. Дотянет теперь по числу. Ну и что вы против нас? Ничего. Проигрывайте. Восемь тысяч солдат. Можно бы и попробовать штурм. Тут три тысячи идут. Со всем им рядом. Подожду. Держава Австрия заключила военный союз с державой Мадена. Понятно. Мадена, Мадена, Мадена. А где держава Мадена находится? Извините меня за такую неграмотность. Сообщают, что они заключили мир с нашим бывшим врагом. Державой Франция. Белый мир. Ну, ладно. Решили прекратить войну. Шампань взята. 81 военного счета. Но это с Францией они заключили мир. Нет. Такие увели свои войска. Такие нам приходится довоевывать собственными силами. И мы разбиваем армии врага. Превращая их в пепел. Объединяем. Объединяем. Увольняем. Слабый отряд. Чего там? Штурм попробуем. О, опять возник стэк. Давайте попробуем штурм здесь, чтобы покончить с вражеским флотом. Выбрать армию. Нет. Вот он. Штурм. Пять военных очков. И посмотрим, удастся ли нам. Это удалось. Только не тут. 12 тысяч солдат. Куда вас отправить? Где вы нужны? Ну, вот сюда. Тут вот, помогите закончить. И будем следить за штурмом. Заключили военный союз с нашим противником Штирия и Тоскана. Неприятно. Все. Захватили провинцию. Штурм возымел результат. Пехоту уничтожаем. И нам нужно распустить еще 52 тысячи солдат или 52 отряда. Куда поведем наши 17 тысяч? Наверное, зададим жару Арагону. Нечего им тут выпендриваться. И будем наблюдать за тем, как до Франции дошло, что пора бы предложить мир. Отклонить, конечно. Мир только на наших условиях. Еще три торговых корабля мы разбили. Но это, к сожалению, не побережье Кантабрии. Не то, о чем все-таки я бы мечтал. Давайте попробуем их перехватить. Куда они дальше поплывут, я не знаю. Наверное, попытаются плыть сюда. Но мы их перехватим. Надеюсь, что мы их перехватим. Успеем. Австрия заключила военный союз с державой Феррара. Фальц. Военный союз заключил с Австрией. Где быстрое Аракан принял предложение о мире сделанной державой Арисса. Полное присоединение. Хиджаз открыла свои провинции для купцов державы Мамы Люки. Зачем вы это делаете? Не кормите сильных. Они ведь и так сильные. Знаю, куда вы пойдете дальше. Мы при этом вас будем ждать. Есть. Нет, не удастся перехватить таким образом. Это вам не армия. Ладно, идем Арагон понужать. Британский флот. Зачем ты тут так упорно следишь? Скажи мне. Разбили еще одну тысячу армии Арагона. Взаимные союзы. Вот тут две тысячи. Сейчас они куда-то найдут какую-то свою любимую территорию и там осядут. Сейчас пойдем их искать. Давайте сократим немножко число пехоты. Так много их мне тут уже не нужно. Иди, армия. Нанечтожай врага. И ждем. Наконец-то обратили всех еретиков. Хорошо. Освободили последнего своего. Миссионерчика. Так. Хелсинг еще о чем пишет. 100% забирай плату у Франции. Тоже Британия отдашь. Потом пишет так. Третье. Посмотри, можешь ли ты нанять советника, который дает несправедливые требования, который дает скидку на захват неклеймовых провинций. Ну, давайте откроем меню советников. Посмотрим, есть ли у нас таковые. Я так понял, это дипломатические советники или военные. Дипломатические, наверное. Нет, не могу. Но тут есть такой интересный советник, который дает плюс 5 дипломатической репутации. А у нас постоянный прирост отношений плюс 30. Слушайте, если мы возьмем советника, который дает плюс 5 дипломатической репутации, то мы же побыстрее присоединим наших вассалов. А присоединением каких вассалов мы заняты? По-моему, Навара. Ее мы у нас... Навара, Навара, дорогая ты моя. 1614 год. Ладно, закончим войну, потом займемся советниками. В принципе, прирост отношений тоже хорошее дело. Тем более, мы эти отношения собираемся обнулять. Разобьем мы их всех. Разобьем! Я верю в свои армии. Январь 1610-го. Еще. Захватили одну провинцию, 7 тысяч пехоты освободилось. Ну, идем. Швейцарии доказывают, что они очень неправы, пытаясь отхватить провинции назад. Еще одна провинция готова. И тут начинается война с вражеским флотом. Швейцария убегает. Ну что, давайте, может быть, убьем несколько отрядов из нашей 20-тысячной армии. Итого 142. 40 отрядцев надо будет прииметь. Минус 7. Вот сюда тогда наши армии пойдут. И следим за тем, как мы будем уничтожать французский флот. Может ли быть большая радость для португальцев, чем уничтожение флота врага? Смотрите, как быстро посыпались провинции противника. Сейчас будем помогать сыпаться им дальше. Минус 1 линейный корабль, который присоединится отныне к нам. И 1 транспортник. Тоже неплохо. И куда вы уплывете? В порт провинции Кале. Окей, мы вас будем ждать. Но, наверное, давайте слабенькие корабли. А может и нет. Давайте поступим так. Давайте не будем их ждать, а давайте уйдем на ремонт наших кораблей. Интересно, у союзников они ремонтируются? Где-то мы даже проиграли. Не обратил внимания, и видите, какой результат. Восьмитысячная вражеская армия. Враг не дремлет. Тут главное не упустить вражеский флот. Вражий флот должен не уйти. Или не должен уйти. У нас тут новые кораблики появляются. И что там с новыми захваченными провинциями? 25 тысяч солдат. А тут таки наемнички есть. Где вы? Кандидаты на распуск. 14 тысяч пехоты, 5 тысяч кавалерий, 4 тысячи артиллерий. Ну, 2 тысячи пехоты. Еще можно из этого всего дела аннулировать. Идем помогать нашим армиям. Выиграли осаду Жерона. Три. Вот так вот еще сделаем. И сколько? 34 тысячи. 34 тысячи. Давайте пока поработайте над починкой. Самих себя по стройке не готовы еще. Видите, что война близится к концу. И пора бы уже думать о мирном предложении. Итак, Хелсинг предлагает взять Пуату. И два варианта тоже предлагает. Либо северное побережье Франции, которое в торговом узле Антверпен. Это две провинции. Их можно тоже Нормандии продать. Либо юг Кастилии. Гранада и Альмерия. Увеличат твой доход в Севилье. Гранада нужна для идеи создания испанской нации. И спасибо ему, кстати, за ссылки на книги. Фэнтезийная. Очень интересная подборочка на самом деле. Словили швейцарскую армию и ее же разбомбили. Ого, а тут было даже три отряда. Молодцы швейцарцы. Нет, нет, нет. 7 тысяч пехоты. Идите, пожалуйста, на осаду провинции. Ничего нигде не упускаем. Есть. И я бы, наверное, вот все-таки от кавалерии здесь избавился. Лишняя она. Да и платить за нее не хочется совсем. Еще кораблики. И что у нас по лимиту флота? 132 тысячи... Ой, 132 из 133. Гуд, гуд, гуд. Вот тут вот надо выводить наш флот. Как говорится. Идем сюда. Есть. Словили. Второй удар. Что мы получили? Еще минус один линейный корабль. Который поступает к нам на службу. Хорошо. И еще одна провинция Франции в нашей власти. Вы собираетесь от нас бегать? А мы собираемся вас догонять. Куда отведем наши корабли? А куда они идут? Давайте к нашему союзнику. К нашему... К нашему... К нашему... К нашему... Вассалу отведем. 97 военного счета. Нам совсем чуть-чуть осталось. Арагонскую армию еще одну разбиваем. Успешно. Находим те отряды, которые будут распущены. 129 из 104. И 13-тысячная армия вполне себе может отправиться дальше. 97% военного счета. А пока враг набирает еще какие-то тысячи солдат. Где-то 5000. Ага, он с 7-тысячной армией. Мы начинаем бодаться. Ну-ну. Чем это все закончится? Так, с мобилом ясно. О, вы ведете армии в качестве подкрепления. Ну и мы пошлем. Конечно, все это... Польша приняла предложение о мире сделанной державой Османской империи. Белый мир. Не вывозят они уже Османскую империю. Франция опять просит о перемирии. Не будет вам перемирия. Он... Побеждаем мы. Побеждаем, побеждаем. Еще раз побеждаем. А вы будете проигрывать. Позорно. 98% военного счета. Нам нужно 99%. Ясно. Хорошая победа. Есть возможность объединить армии. Парочку лишних отрядов уволить. Опять нашли наемников. Теперь как у нас. 20 тысяч можно убрать из этой армии. Идем сюда. На Англии там уже лютеранство свое. Ага. Вот у нас. Не обратил внимания на лангедок. 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 Объединить. И, наверное, стоит... Убрать отсюда все транспортники. И отправить их туда же, куда поплыл французский флот. Французский флот решил отсидеться у своих союзников. Может, нам хватит и 98% военного счета. Что же мы такие мелочные? Все-таки июль 1610. Быстрее закончим эту войну. Быстрее начнем новую. Ну, давайте. Разобьем армию Пфальца. Окончательный бесповоротно. Еще 5000 у нас. Солдат погибло. Избавимся от одного отряда артиллерии, одного отряда пехоты. Ну и 114. 10 отрядов ровно. Зашлем таки нашего дипломата. Не будем добивать флот Франции. Давайте мир заключать. Провинции, которые мы собираемся захватить, они нам сейчас не критичны. Мир, мир, мир. 4.85. Да, долго же мы будем отходить от военной усталости. Разве что придется заплатить. Заплатить своими административными очками. Вернуть национальные провинции. Естественно, Британию выбираем. Это две провинции мы от Франции отхапываем. Лара и Финистер. А себе заберем, пожалуй, те провинции, на которые у нас есть претензии. Это Гранаду и Бадахас. Претензии нам дают скидку. Бадахас и Пуату. На этот раз будем действовать крайне нагло. Бадахас. Ага, мы не сможем, что ли? Пуату, Гранада и Бадахас. Все не сможем. Почему? Тогда не рвите отношения с Арагоном, так и быть. Я лучше возьму провинции. Все равно Арагон в коалиции против нас. Что у вас есть с ними отношения, что нет. Меня, в принципе, не волнует. И 200 дукат. 164. 113. 96. Еще на 2% можно военного счета набрать претензии. Есть тут что-то, что стоит 2%. Договоры так не стоят. Требования так не стоят. Национальные провинции так не стоят. В колонии только 64% престижа. Штраф от агрессивного расширения 33,7%. Да, мы увеличим коалицию против нас и потратим 122 очка дипломатической силы. Ладно, такое требование меня устроит. Оно, конечно, не похоже на те варианты, которые мне предлагали. Но, тем не менее, вот он мой вариант. Решаем Францию. Раз, два, три, трех провинций. Кастилью двух провинций. И сами становимся больше на это же самое количество провинций. И все. Война закончена. Мы теперь начинаем приспокойненько. Ирландия вступает в военную коалицию против нас. Вы и так союзники Франции. Так что, то, что вы вступаете в коалицию против нас, ничего страшного в этом нет. Перекрещиваем Гранаду. По Ату, соответственно, 277 административных очков. Вот зачем мне такая проблема с Гасконью? Британь справилась с национализацией очень хорошо. Поэтому, по Ату... Ага, дипломата нет. Надо ждать. 30-тысячная армия. Дойдите в Пуату, пожалуй. Тут у нас артиллерия. Я не знаю, стоит ли вести свою армию в метрополию. Или, может быть, оставить ее, дежурить рядом с Францией. Все равно у нас перемирие со всеми этими державами будет длиться до 2015 года. То есть, 5 лет, как минимум, мы проведем в мире. Да и именно такой срок нам необходим будет для того, чтобы военную усталость снизить. Куда вас отвезти? Идите, защищайте Нормандию. 114, 111. Три отряда уволить. Хорошо. Раз, два, три. Не задумываясь. Увольняем. И всю эту армию тоже в Нормандию. Там часто бушуют восстания. И вы там пригодитесь. Объединить. Посмотрим, если тут нет наемников. Вот эти ребята пойдут в метрополию. А тут наемники. И этих ребят можно отправить в Гранаду даже. Вот один отряд наемников можно уволить. Гранаду, так как там возможен риск восстаний. Что наши корабли делают? Объединяем флот. Выделяем отсюда две караки. Выбираем этот отряд. И, пожалуй, в столицу или куда-то сюда на перегруппировку и ремонт. Что у нас по флоту? 133. Идеально. Караки у нас тоже пойдут ремонтироваться. Что там наши? Давайте, наверное, флейты и подобные плывучие наши корабли соберем в одном месте. Дабы удобнее было ими управлять. Ну что? Коалиция против нас расти. Тоскана покидает военную коалицию против Гранады. Естественно, наверное, в коалицию против нас вступит. Дипломатический выпад. Ахин нас оскорбляет. Суахили покидает коалицию против нас. Ой, не увел я армию свою. В Килву. Ну, идите в Килву. И мы хотели... Насчет советников. Вот же ж трудность. Лет 48 тебе. Прирост отношений 30%. Ты мне интересен, паренек. Но дипломатическая репутация плюс 5 мне тоже интересно. Чтобы побыстрее освободить место для других вассалов. Так что, наверное, я тебя все-таки уволю. Распустит. Ну да. Дипломатическую репутацию берем. И посмотрим, насколько это ускорит присоединение Навары. Феррара вступает в военную коалицию против нас. Лишились повода для завоевания с Францией Кастилии. Как мне жаль. Повод найдем. Отнимаем у Лотаринги тоже. Всякий шанс. У нас молоденький такой кардинал. Соответственно, нам нужно с запасом на него поставить. Меркантилизм увеличить. Эффективность торговли в ущерб налогам и административным очкам. Нет, административные очки я пока не трачу. Где мой дипломат? Дипломаты, вы где шастаете? 5 дней. Ну, ждем 5 дней. Дипломатия. Экономика. Подарить провинцию. Только подарю тебе провинцию. Но я буду ее еще и защищать. Плату. Возьмет. Только бесплатно. Бери. Тоскана вступает в военную коалицию. Ну, в принципе, с военной коалицией ничего страшного нет. Пусть вступают, потому что это все те же самые противники наши. Флейт, флейт, флейт. Как прекрасно. Где-то там появились пиратики. Разберемся с ними. Дипломат вернулся и готов к свершениям. Ага, понял, в чем проблема. Надо на свою территорию отвезти эти армии. Иначе никаких восстаний они подавлять не будут. Ладно, ведем тогда на свою территорию. Уже потом транспортными средствами отправим их к нашему союзнику. Пока транспортными средствами мы можем отправить частично вот эту армию. Что, постройки готовы? Хорошо, строим дальше. Лимит флота увеличим. Корабли нам нужны. Эффективность производства или местное торговое влияние? Неэффективность производства. Ты производишь товары, рыбу. В Великобритании нас перегоняет здания. Морская мануфактура, текстильная. Зерно. Где-то мы можем построить зерно. А где? Где-то вскрылось зернышко. Давайте строить зерно. Без проблем. Где еще? Деньги у нас есть. Все, больше зерно строить не можем. Зато что-то другое можем строить. Основные здания. Так, нет, не так. Будем действовать. Ратуши. Бадахас. За 89 административных очков национализировать его. Давайте национализируем. Чем хорош Бадахас? Достаточно высок базовый налог. Имеет претензии. Минус 25 процентов. 14 от... Рост усталости от войны. Ладно, пока не национализируем. Подождем, когда спадет рост усталости от войны. Потом будем его трогать. Что-то стало. Под Ахас иди. 110 из 110. Вот лимит флота у нас превышен. На два кораблика. Где там у нас были эти... Уродливые корабли. Караки. Избавиться от них. 99 дукат мы получаем. А на что же мы так тратимся? Содержание армии 35. Флота 22. Колонии 41 дукат. И советники. Ну и давайте посмотрим, как скоро мы присоединим Навару. Я понимаю, что военная усталость нас немножко откатила. 13-й год экономим. Сейчас еще военная усталость уйдет. И в принципе, раз мы тут повоевали так знатно, мы можем готовиться к войне. Сами знаете где. В наших колониях. Там мы будем воевать. Или провести военную кампанию против Индии в течение этих 5 лет. Ждем конца 1610 и будем в принципе эту серию заканчивать. Чего мы добились? Мы ослабили Францию. Теперь Франция. Наверняка лимит войск у них еще ниже. Армии. Франция. 51 на 6 отрядов меньше. Видите, они в нулях. Кстати, у России 76 тысяч солдат. 67 тысяч у Османской империи. Так, а если обзор своей страны посмотреть? Мы можем взять либо одного союзника, либо одного вассала. Что мы там хотели? Мы хотели, по-моему... Дипломатия. Отношения. Улучшаем с ними отношения. Та же религия 25. Освобождены. Что-то мы можем вам предложить для того, чтобы предложить союз. Давайте предложим. Возьмем их в вассалы. Престиж уменьшится на 10. Но лучше престиж потерять. Отношения у нас сразу подскочили. Тайвань. Часть нашей национального достояния. Арагон опять что-то там отбирает. Или, дорогой дружище, не будет у тебя ничего. Сан-Висенти считается частью нашего национального достояния. Что наши армии тут делают? 4 тысячи солдат. Уходите отсюда. Все. Готов дипломат. Династический брак. Согласиться. Это еще улучшит наши отношения. Но уменьшит нашу легитимность. 161. Дипломатия. Экономика. Надо что-то подарить. Максимально на 25. Хорошо. Тогда 25 дукаты дарим. Совсем чуть-чуть не хватает для того, чтобы сделать их своим вассалом. Буквально 2 единички. Ну, сейчас что-то придумаем. Что наши 12 тысяч солдат тут делают? Готовы сесть на корабль и отправиться в Нормандию. Защищать интересы нашего вассала. Скоро Пуату станет национальным достоянием. Пройдет 10 лет с тех пор, как мы объявили Британь нашим вассалом. И мы ее тоже сможем присоединить. Огромные куски Европы начнут попадать под нас. Что-то у нас по сверхрасширению. На него я, кстати, практически не обращаю внимания. 40% и 4.35. Окей. И мы хотели, пожалуй, сгенерировать восстание. Раз денег у нас много. Дипломатия. Тайные операции. Поддержать повстанцев. Фанатики сунниты. Допустим. Наш дипломат, действующий в Державе Толедо, был раскрыт. Будет выслан из страны. Что, не получилось? Прирост поселенцев в провинции плюс 10%. Окей. Дипломат вернулся. Дипломатия. Союзы, династии. Милан покидает военную коалицию против нас. Хорошо. Авеньон. Авеньон. А что ж такое? Предложить стать вассалом. Ага, вот. Вот оно, наше предложение. С радостью приняли наше предложение. Замечательно. Плюс еще один вассал, которого мы будем откармливать. Тут вот я знаю. Арагон стремится отобрать у нас. Так, мы, наверное, уже переборщили немножко по времени серии. Но хочется отметить интересные комментарии напоследок. Сундучок геймеров пишет. Молодец, теперь уже не будет революционной Франции. Ты выиграл. Ребята предлагают страны. Напоминаю, что есть возможность предложить страны для следующего прохождения. Пишите либо в комментариях под этим видео, либо в группе в моей ВКонтакте. Ссылка на которую есть в описании под видео. Там есть отдельное обсуждение, где можно предлагать страны. Из этих стран будет выбрано 10 стран, вариантов. И вы сможете проголосовать за одну из этих стран. Та страна, которая победит. За ту страну я и буду записывать прохождение в следующий раз. Все просто. Вроде бы. Так, не патрулировать, а в Севилью, дружище. Так, Александр Ферст пишет. Обрати внимание на то, что некоторые провинции ты не можешь захватить на протяжении всей серии. Это от того, что на захват данной провинции отправленной тобой 1000 недостаточно. На ней даже значок отображается. Провинция Арагун, Валенсия. Спасибо. Знаю об этом. Потом еще интересный комментарий есть. Мистер Наволаст пишет. Друг, есть магическая кнопка под найти командующего. Разделить пополам. Но это насчет того, чтобы делить большую армию пополам с помощью кнопки. Вот, в принципе, и все. Давайте до полугодия подождем. Дипломат прибыл. Готов. Армия тоже. Тут есть. Базовое значение 3. Военное умение правителя 1. Франция начинает восстанавливать свою армию. Пусть восстанавливают. Как восстановят, так сразу мы эту армию им и погасим. А что ж такое? Тут не могу повстанцев поддержать. Попробовать, может быть, еще раз. Фанатиков суннитов поддержать. Я в этом не силен. Если у вас есть какие-то рекомендации, то подскажите. В любом случае, громить Кастилию будет интересно. 110. Так, еще один отряд в наш лимит попадает. Сантана увеличится на 100. Количество поселенцев. Мне и хорошо. Как подняли, так мы их и разобьем. Ну, этих наверняка кто-то спонсирует. Гранада, что ли, спонсирует? Вот наглые. И куда вы отправились? Такие мудреные. Мы же за вами. Гранада, Гранада. Военный союз Тунис. Цель коалиции из Португалии. Перемирие Алжир. А мы ведь можем против Гранады войной пойти. Состоит ли она в коалиции против нас? Нет, не состоит. Такие неудачники-коалицанты, откровенно говоря. За Австрией стоит следить за отношениями с ними. А что у нас с дипломатами? Дипломат работает над повстанцами. Блин, ну не очень хорошо, что он, конечно, занят. Гранада, Гранада. Январь 1613-го. 3.85. Уменьшить за 67 дипломатических очков. Может уменьшить. Правда, на 2 всего. Ладно, не будем уменьшать. И так сойдет. А военную кампанию против Гранады мы, в принципе, можем провести. Это будет быстрая кампания. Что там нам их раздавить? Колония готова. И колонист наверняка тоже сейчас. Нет, колониста здесь не было. Швеция начала против державы Дания войну под названием Швеция изменит форму управления державой Дания. Ага, вот как. И, кстати, в одном из комментариев мне дали очень полезный, интересный совет насчет того, чтобы я пересмотрел свою торговую политику с отсылкой на интересную статью на сайте, крупнейшем сайте по Европе Универсалис Стратегиуме. Я статью прочитал. Хочу сказать, что достаточно сложно для понимания. То есть много вопросов возникает. Типа, почему именно так? И прав ли я, если? Но разбираться буду я определенно. Какие-то новые варианты буду рассматривать. Что же, мы ждем середины 1611-го и серию заканчиваем на этом. Осталось буквально совсем ничего. Видим, возникают новые войны. Канова станет производить табак. Россия пока вроде не занимается колонизацией. Да, ладно, друзья. Спасибо всем, кто оставил комментарий. Напоминаю о том, что голосование в группе скоро начнется. Поэтому предлагайте ваши страны. Еще раз напомню, большие страны не предлагайте, такие как Великобритания, Франция, тем более Португалия. Повторную кампанию проводить не буду. Османскую империю. Россию. Что еще тут есть такого большого? Желательные регионы. Азия, Африка, Америка. Может быть, какая-то часть Европы. Но не обязательно католическая. Желательно не католическая. Ну и сходите из того, чтобы страны были посложнее и поинтереснее. Желаю вам хорошего настроения. И до следующей серии, друзья. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok